не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем сотни столетий в китае кореи и японии люди ставили печать красными чернилами на все официальные документы резную печать сначала прижимали комку красных чернил а потом делали оттиск на документе такой документ считался оригинальным настоящим если вы практикуете учение буддизма хиная на ваше сознание отмечены печатью трех фундаментальных прозрений носи на корейском они называются самбо пындо что переводится как учение 3 печати дхармы мы уже говорили о первой печати все сложные вещи непостоянны все во вселенной непрерывно меняется все возникает из условий существует некоторое время а затем возвращается в пустоту если вы постигнете это вы перестанете с легкостью привязываться к вещам а значит не будете страдать тогда вы сможете найти ту единственную вещь которая не меняется которая не возникает и не исчезает это неизменная вещь ваша истинная природа она даже не вещь чтобы истинно получить такое прозрение нужно сначала постичь что все вещи весь ваш чувственный опыт и все аспекты ума возникают из условий и что они непостоянны вы поняли это раз ваше сознание навечно отмечено печатью откровения однажды получив такое глубокое переживание вы его уже никогда не забудете постигнув бренность мира вы постигните что все дхармы не имеют собственной природы все дхармы законы правила представления верование люди собаки кошки деревья горы вообще всего вселенной не имеет собственной природы имена и формы всех вещей непрерывно меняются все возникает из пустоты и в конце концов возвращается в пустоту ничто не длится вечно потому что ничто не имеет такой вещи как собственная продолжительная во времени природа обретение такого откровения станет второй печатью вашем сознании если вы постигли бренность всего вы ни к чему не привязаны потому что глубоко понимаете что все в конце концов исчезнет постигнув что ничто не имеет собственной природы вы освободитесь от имена форм вы отбросите ошибочное представление о том что вещи совсем многообразием их форм реально существует вы поймете что имена и формы это всего лишь временное явление здесь вы получите третью печать нирвана это идеальный покой постигнув первые две истины вы поймете что мир уже абсолютно пуст и находятся в покое ничто никогда не возникает и не исчезает откуда возникли бог будда природа субстанция ум вы понимаете буддизм объясняет что все дхармы законы правила возникают из завершенного покоя нирвана это просто название состояние завершенного покоя все возникает из завершенного покоя и угасания и в конце концов вернется в покое угасания понимание нирвана означает что вы отмечены третьей печатью нирвана это идеальный покой природа всех вещей идеальный покой получив три печати вы постигните завершенный покой в библии говорится обрети покой и узнай что я бог буддизм учат все дхармы возникают из завершенного покоя если хотите найти бога если хотите найти буду если хотите найти ум сознание свое истинное я или абсолют вам нужно постичь точку завершенного покоя и угасание завершенный покой является истинной пустотой он является природой нашего ума и всей вселенной стихотворение немецкого католика мистика 17 века ангелоса сирезиуса сказано бог есть чистая пустота он создан был как форма стал субстанцией светом и тьмой покоем и бури здесь тот же смысл только имена разные изначально у точки завершенного покоя нет ни имени ни формы имена и это мышление противоположностями но в истинной пустоте нет противоположностей нет возникновения исчезновения она наше истинное я наша природа природа вселенной и и другое имя нирвана и и так буддизм и хиная ны требует усердной практики для постижения нирваны где царствует завершенный покой и угасание которые не рождаются и не умирают постижение нирваны являются целью учения буддизма хиная три типа практики шила обеды самадхи медитация праджня мудрость если вы хотите обрести три печати буддизма хиная на нужно выполнять три типа практики три типа практики если выполнять их одновременно помогут вам постичь свой изначально ясный ум каждая из трех практик включает соответствующую группу практик восьмеричного пути практика хиная не подчеркивает необходимость соблюдать обеты будды обеты необходимы потому что сидящий сзади водитель все время пытается управлять нами мы думаем я хочу идти только вперед найти свое истинное я я хочу следовать учению будды и помочь всем существом даже когда мы прилагаем ради этого усилия сидящий уме водителю все время говорит делай то делай это иди туда сверни сюда даже если нам хочется идти в указанном направлении водитель сзади продолжает настаивать трудно его не слушать соблюдать обеты означает повернуться и заорать заткнись понял мне нужно в эту сторону обеты помогают избавиться от водителя чтобы оказаться в правильном месте если будете только слушаться водителя не сможете найти свой путь свое истинное направление обеты очень важны для практики они как дорожные знаки например вам надо проехать на машине из нью-йорка в лос-анджелес вдоль дороги очень много знаков указывающих по какому шоссе ехать и где сворачивать но вы не смотрите на знаки вы едете куда хотите я свободен мне не нужны дорожные знаки я знаю как ехать вы не обращайте внимание на знаки наконец вы приехали и вышли из машины ой пальмы это лос-анджелес а вам говорят нет это майами вот почему обеты очень важны обеты ясно показывают направлении правильной сострадательной жизни обеты означают дхарма дхарма означает правильное устройство вселенной идти правильным путем означает жить ясной жизнью поэтому обеты очень важны обеты включают практику правильной речи правильного действия и правильного образа жизни когда вы соблюдаете обеты вы можете управлять своим условием и своими чувствами значит можете управлять своим пониманием если вы не можете управлять чувствами значит вы не можете управлять пониманием в таком случае всегда возникает страдания здесь все ясно но для чего управлять пониманием некоторых такое управление пугает поэтому я объясню желание возникает из интеллектуального ума любое мышление это желание а желание приводит прямо к страданиям наш эмоциональный ум создает устойчивое нравится и не нравится ваше понимание непрерывно проверяет мир и удерживает свои представления если вы обладаете обширным пониманием то у вас очень сложное мышление которое создает очень много желаний ваши эмоции добавляют устойчивое нравится и не нравится к вещам созданном понимание в результате ваш ум все время работает он все время сотрясается от ваших эмоций от того что вам нравится или не нравится в других людях и вообще в жизни очень трудно сохранять устойчивое равновесие когда сильное желание чувство нравится не нравится дергают вас со всех сторон вон для чего нужны обеты они естественные правила управления желающим умом соблюдая обеты по естественным образом укрепляйте центр равновесия вы понимаете мир таким какой он есть и можете помогать другим существам правильная медитация означает удерживать ум без движения всегда и везде если вы удерживаете ум без движения когда вы видите слышите чувствуете запах ощущаете вкус осезаете думаете все просто как это истина слово самадхи означает глубокую медитацию но нельзя привязываться к представлению о медитации многие думают что истинная медитация означает глубокую погруженность себя во время сиденья такая медитация не хорошая неплохая многие просто хотят сохранять приятное состояние возникающие во время такой медитации очень многие думают что медитации заключается в непрерывном нахождении состоянии покоя и благодати ах как все тихо и спокойно замечательно такой вид мышление серьезная болезнь такая медитация это не истинная медитация потому что она привязана к ситуации если вы привязаны к такой практике вы никогда не станете мудры такая медитация не даст вам ясного понимания в разных ситуациях как помочь другим существам медитация включает практику правильного усилия правильного внимания и правильной медитации восьмеричного пути глубокая медитация это хорошо но еще важнее учиться удерживать ум без движения за рулем во время еды при разговоре во время работы в семье у меня был ученик который любил практиковать глубокую медитацию в тишине мы называем такую практику умиротворенным умом проезжающие мимо машины раздражали его когда на улице играли дети он зрился и закрывал окно потому что шум мешал его состояние умиротворенность или играйте тихо или уходить вот что не видите я медитирую когда он медитировал дома семья должна была вести себя очень тихо в конце концов его семья возненавидела медитацию и вообще буддизм медитация такого человека не являлась истинной медитацией он сделал ее особенной удерживать ум без движения в повседневной жизни вот истинная медитация вот истинная самадхи удержание такого заключается истинная природа практики наконец в чем заключается правильная функция медитации все понимают по-разному но понимание это просто чужие представления небо не говорила я синяя но вы говорите небо синяя кто то однажды сказал вам что небо синяя и с тех пор вы все время повторяете небо синяя это просто понимание представление но не ваше представление а чужое корейцы никогда не скажут небо синяя они скажут ханарин пуромнида японцы скажут сорова ауэйдесу у поляков польское представление у русских русская но ни одно из этих представлений не является истинным потому что небо никогда ничего такого не говорил она никогда не говорила я небо я синяя самое важное заключается в том чтобы найти истинный путь вселенной его не выразить не речу не представление поэтому если вы хотите понять себя воспринимайте мир таким какой он есть удерживая ум без движения вы сможете воспринимать истинную природу мира когда вы видите слышите чувствуете запах ощущаете вкус осизаете думаете все есть истина смотрите на дерево оно зеленое лает собака гав гав пробуйте сахар он сладкий все уже истина вселенная всегда учит нас истине каждую секунду она непрерывно говорит нам речь дхармы просто удерживайте ум без движения тогда истина мгновенно станет вашей таково правильное понимание и правильные мысли вот что называется мудростью на санскрите мудрость передается термином праджня целью практики хиная на и как мы уже говорили является обретение нирваны вы постигаете что все абсолютно пусто и это пустота является истиной природой мира вселенной и всех наших умов но в чем заключается правильная функция истины как нам использовать истину чтобы помочь страдающему миру правильные функции истины учат буддизм и хаяны и дзен давайте теперь рассмотрим чему учит буддизм и хаяны глава 3 буддизм и хаяны прозрение существования и несуществования дхарм прозрение того что не существует внешних осязаемых характеристик и что все пусто прозрение существования пустоты и срединного пути прозрение истинной сути всех явлений прозрение взаимопроникновения всех явлений прозрение того что все явления сами по себе абсолют некоторые говорят что буддизм хинаяны был первым учением воды для чувствующих существ в мире шесть лет он усердно практиковал и обрел просветление под деревом бодхи в сутрах говорится что сначала буду сомневался будет ли его учение понятно другим людям он получил величайшее прозрение и теперь раздумывал надо ли учить своему прозрению других людей прозрение могло оказаться слишком сложным для их понимания в индии в то время было много разных религий много разных форм индуизма и йоги поэтому было много учителей и очень много учений и все они претендовали на право считаться правильными мое учение правильное твое учение неправильно было много таких учителей кто поверил бы в глубокое прозрение моды если она не была связана ни с верой в бога гуру не в другую силу за пределами собственного ума согласно легенде брахма явился буди и сказал есть люди у которых лишь немного неведения они поймут тебя ты должен учить их тогда буду встал из-под дерева бодхи и начал учить многие утверждают что будда начал учить именно так как изложено ваватамсака сутри одно из основных сутр традиции махаяна но люди были не в состоянии постичь его безграничный ум прозрение буду было слишком глубоким и сильно отличалась от того чему их учили раньше буди пришлось сильно упростить учения чтобы подготовить ум и учеников к великому прозрению он говорил о неведении желание страданиях и о том как от них избавиться сначала вам нужно постичь что наш мир это мир страданий откуда берутся страдания вам нужно постичь непостоянство мира и получить прозрение нечистоты и несуществования я он учил как получить эти основные прозрения он учил как достичь нирваны если будете совершать хорошие поступки избегать плохих поступков то обретете счастье вы также должны обрести основные прозрения вы должны постоянно соблюдать обеты тогда вы обретете чистый ум вы избавитесь от страданий и найдете путь к месту завершенного покоя и благодати таким было первое полноценное учение будды она называется буддизмом хинаяны с точки зрения махаяны буду учил хинаяне потому что лишь немногие были способны понять смысл изложенного вова там сака сутри в чем заключается учение буддизма махаяны как мы уже сказали буддизм хинаяна учит что есть мир это царство страданий избавиться от царства страданий можно достигнув завершенной пустоты или нирваны на достижение нирваны учение заканчивается но еще при жизни будды по мере того как его ученики практиковали их ум созревал он начал учить буддизм махаяны это учение не уделяет особого внимания природе страдания здесь не так важно чистые вещи или нечисты хорошие они или плохие но важно как использовать страдания чтобы избавить от страданий всех существ в чем заключается наши правильные функции в мире буддизм махаяна начинается с того что наш мир абсолютно пуст смысл существования людей придуманными самими все создано одним лишь умом учение также разъясняет что имена и формы непрерывно меняется но изначально основу всего фундаментально пуста если вы достигнете пустоты ваши страдания исчезнут потому что страдания тоже пусты учение разъясняет что изначально страдания нет очень интересное учение правда и так учение буддизма махаяны начинается в точке завершенной пустоты учение буддизма хинаяны заканчивается в ней согласно буддизма махаяны учение не заканчивается на том что наш мир это царство страданий очень важно что учение махаяны провозглашает что мы практикуем не только ради себя ради своего спасения как спасти от страданий всех чувствующих существ практиковать махаяну означает дать клятва отказа от вечного покоя затухания и благодати нирваны до тех пор пока последнее чувствующее существо не будет спасено от страданий такой путь называется великим путем будхи садовой я живу не ради себя а исключительно ради всех существ мы иногда говорим что учение буддизма хинаяны похоже на велосипед если правильно ехать на нем у нирвана приезжает только один человек буддизма хаяны похож на трамвай или поезд не только я а все существа вместе со мной приезжают в хорошее место бунда начал учение с буддизма махаяны но потом увидел что его никто не понимает потому что для осознания людей такое учение было слишком прогрессивным тогда ему пришлось отступить на шаг назад и учить простому пути буддизму хинаяны это тоже очень важный момент по мере того как его ученики усердно практиковали их ума креп и тогда буду начал учить их великому пониманию в этом учении есть 6 основных моментов прозрение существования и несуществования дхарм учение буддизма махаяны имеет ясный путь путь начинается с прозрение того что изначально все фундаментально пусто истинное восприятие фундаментальной пустоты позволит вам постичь свою истинную природу а значит вы сможете помочь всем существам первый шаг прозрению пустоты понимание того что дхарм не существует что это значит вы должны постичь что любая субстанция пуста ваша субстанция и субстанция вселенной одна и даже субстанция она не имеет собственной природы она ничего не имеет но люди сильно привязаны к своему телу и не могут это понять в китае существовала практика прозрение того что тело это труп такая практика помогает понять истинную природу желание привязанностей создаваемых телом в уме один зен мастер любил спрашивать учеников зачем ты таскаешь свой труп потому что тело не я тело не ты сам тело абсолютно пусто она непрерывно меняется и в конце концов исчезнет поэтому нужно удерживать такой ум я труп я труп я труп если вы будете удерживать такую то поймете что тело пусто да и вообще все пусто невозможно сохранить свое тело потому что когда-нибудь она исчезнет она не имеет фундаментального существования разве можно сохранить свое тело поэтому мы иногда говорим ты уже мертв если это труп значит нет никаких проблем ничто не может вам помешать ведь всем известно что труп пуст у мертвого нет желаний в этой поговорке заключен такой же смысл как и в китайской практике все субстанции одинаково все во вселенной является одной и той же субстанции пустой субстанции она ничего не делает если вы постигните пустоту субстанции то вы постигните что субстанция на самом деле может делать все это прозрение существование и несуществование дхарм вы начнете понимать правильную функцию субстанции это очень важное прозрение прозрение того что не существует внешних осязаемых характеристик и что все пусто такое утверждение может показаться сложным для понимания но его учебный смысл ясен она означает прозрение истинной природы любых имен и форм вы должны понимать что любые имена и формы тоже фундаментально пусты имена и формы не существует они созданы одним лишь умом поэтому они пусты люди создают имена и формы для всего верят что эти вещи существуют и неизбежно страдает когда эти имена и формы меняются солнце луна звезды горы реки и деревья это просто временные имена и формы которые мы дали этим вещам предыдущие прозрение дает понимание пустоты любой субстанции является первым уроком буддизма махаяны а прозрение несуществования имена форм второй урок она учит что нужно постичь что имена и формы субстанции вселенной тоже абсолютно пусты прозрение существования пустоты и срединного пути если вы постигли что все пусто такой взгляд уже срединный путь срединный путь означает что нет хорошего и плохого высокого и низкого нет возникновения исчезновения рождение смерть срединный путь это просто другое имя пути пустоты пустота завершенный путь потому что он указывает на то что все пусто и это пустота сама по себе есть абсолют абсолют всегда завершён наше мышление создает хорошее плохое высокое низкое возникновение исчезновение рождение смерть наше концептуальное мышление создает я есть в мышлении заключается наше фундаментальное заблуждение поскольку мышление создает существование я она также создает и несуществование я если мы обладаем этим знанием то мы думаем что мы не завершены если мы не завершены мы страдаем и причиняем страдания всем другим существам но изначально этих вещей не существует они не могут вам помешать ничто не движется ничто не рождается и не умирает ничто не возникает и не исчезает все абсолютно пусто значит все уже завершено постигнув пустоту вы постигнете завершенный путь срединный путь прозрение истинной сути всех явлений постигнув что все пусто вы постигнете что пустота сама по себе есть абсолют пустота является фундаментальной истиной всей вселенной она истинная суть всех явлений она завершенный путь нет противоположностей потому что противоположности создаются мышление когда наша обманчивая привязанность к противоположностям исчезнет абсолют возникнет прямо перед нами абсолют это другое название завершенного мира как мы уже сказали все пусто поэтому все есть абсолют и все завершено если вы постигли эту завершенность то когда вы видите слышите чувствуете запах ощущаете вкус осезаете думаете все истина мы используем синокорейские иероглифы сири сан для обозначения понятия истины истинная сущность всех вещей пустота тогда все истина солнце луна звезды горы реки и деревья истина просто как они есть при таком взгляде имена и формы тоже истина а что не истина буддизм хиная научит что все бренно а значит ничто не может быть истиной так как все непрерывно меняется все всегда обманывает вас и это важный момент но четвертое прозрение буддизма махаяны учат что если вы полностью постигли пустоту вселенной вы можете сделать следующий шаг то есть постигнуть что все уже истина просто как она есть какова истинная суть всех явлений стена белая это истина дерево зеленое это истина собака лает на улице это истина один человек ударил другого человека на улице это истина сейчас 7 часов 15 минут вечера это истина но мало людей способны постичь что эти обычные повседневные вещи истина потому что большинство людей создают хорошо и плохо считая что размышления о том что хорошо что плохо действительно существует вот почему будде пришлось сначала учить простым вещам прежде чем он начал учить великому пути буддхисаттвы махаяны главное в учении буддизма хинаяны что все бренно это верно все причиняет страдания это верно ничто не имеет собственного я это тоже верно но все пусто все абсолют все завершено поэтому все просто как есть истина кто-то страдает прямо сейчас это истина как это может не быть истиной знать что субстанция имена и формы вообще все совершенно пусто что все абсолют что все уже истина это уровень знаний доктора философии все очень просто но никто не понимает что все пусто но как заставить истину правильно функционировать ради помощи всем существам и это еще сложнее может быть поиск ответа и есть работа цен прозрение взаимопроникновение всех явлений все уже истина поэтому ничто не мешает сосуществованию вещей возьмем например пространство облака то они есть то их нет дождь то идет то не идет молнии то сверкает то не сверкает ветер то дует то не дует бури то начинаются то прекращаются но несмотря на то что эти явления непрерывно возникают и исчезают они ничуть не мешают пространство потому что пространство это завершенная пустота облака дождь ветер солнце ночи день не мешают друг другу ваш ум в точности такой как пространство если вы будете усердно медитировать сможете полностью постичь фундаментальную пустоту вселенной ощущение будут приходить и уходить мысли будут приходить и уходить хорошие ситуации будет приходить и уходить плохая ситуация будет приходить и уходить ничто вас не потревожит все пусто если счастье возникает его можно использовать для помощи другим существам если страдание возникает его можно использовать для помощи другим существам хорошие ситуации плохие ситуации – хороший опыт и плохой опыт – можно использовать только для того, чтобы помочь всем существам избавиться от страданий. Потому что все эти вещи абсолютно пусты, а пустота является нашей изначально сострадательной природой. По опыту вы знаете, что залипание на какой-нибудь мысли всегда причиняет страдания. Но если вы не будете удерживать пустые вещи, которые возникают и исчезают в уме, тогда любое ощущение, любые мысли, любая ситуация, любая трудность перестанут вас волновать. Ваше мышление – истина. Ваше счастье – истина. Ваше горе – истина. Плохая ситуация – истина. Хорошая ситуация в вашей жизни – тоже истина. Все одна и та же пустота. Поэтому все истина – просто как есть. А что не истина? Такая вещь существует? Пожалуйста, покажите ее мне. Очень интересно, правда? Прозрение того, что все явления сами по себе абсолют. Мы уже живем в истинном мире. Все вещи пусты. Пустота и все вещи – одно и то же. Поэтому все уже завершено. Если вы хотите понять завершенность всего с помощью интеллектуального мышления или академического знания, то они вам не помогут. Нужно постичь. Нужно действительно постичь, что все вещи – просто как они есть. Абсолютно. Нужно постичь. Нужно постичь. И тогда ваши действия из момента в момент будут проявлением великой любви и великого сострадания ко всем существам. Жизнь ради других возможна, потому что не существует я. А значит, мышление тоже не существует. Потому что мышление – это не мышление. Страдание – это не страдание. Все пусто. А значит, пустота позволяет помогать другим существам. Вам уже ничто не мешает. В этот момент вам ясно, какую работу вы должны выполнять из момента в момент. Каждое ваше действие – истина. Каждое действие привязано к страданию всех существ. Как я могу помочь? Как я могу помочь? Это и есть наша человеческая работа. Это истина. Завершенный путь. Истинный путь. Великий путь. Сострадательные действия – не просто наше представление или действие. Это сама субстанция Вселенной. Есть и другое название сострадательного действия – бодхисаттва. То есть я совершаю действия не ради себя самого. Потому что я постиг, что не существует не только никакого я. Не существует вообще никаких действий. Все существа и я едины. Их страдания – мои страдания. Потому что все является одной и той же субстанцией. Их счастье – мое счастье. Поэтому я могу функционировать только ради всех существ. На сина-корейском сострадательный ум называется Дэджа Дэ Бишим – ум великой любви и великого сострадания. Таков путь абсолюта. Итак, в буддизме Махаяны есть шесть прозрений. Во-первых, нужно постичь, что все является единой космической субстанцией, которая изначально фундаментально пуста. Затем нужно постичь, что мириады именных форм космической субстанции также абсолютно пусты. Они не имеют ни собственной природы, ни истинного значения. Затем, если вы действительно постигли абсолютную пустоту, вы постигаете, что пустота всех вещей – это срединный путь, истинный путь, правильный путь. А значит, с этого момента вы уже можете постичь, что любая дхарма, любое имя и форма, тоже являются истиной. Тогда вы увидите, что ничто вам не мешает. Когда вы обретете такой ум без преград, ваши действия станут действиями бодхисаттвы, потому что все ваши действия – истина. Все ваши действия вы сами являетесь частью единой космической субстанции всех существ и вещей. Как только вы обретете ум без преград, больше не существует «я», отличающегося от «ты», и все ваши действия становятся действиями великой любви и великого сострадания. Однажды ученик спросил меня. Первые два прозрения буддизма Махаяна из шести говорят, что все пустота. Но четвертый говорит, что все истина. Как все может быть истиной, если все пустота? Это очень хороший вопрос, потому что он указывает прямо в сердце одного из самых важных понятий буддизма. Ответ на вопрос очень простой. Идите домой и посмотрите в зеркало в ванной комнате. В зеркале ничего нет. Оно совершенно пусто. Но если вы покажете красный мяч перед зеркалом, то в нем появится красный мяч. Если вы покажете белый мяч, то в нем появится белый мяч. Если возникнет гора, зеркало отразит кору. В этот момент оно не отражает воду, дерево или человеческое лицо. Оно отражает именно гуру, в точности такой, какая она есть. Если уберете от зеркала красный мяч, зеркало перестанет его отражать. В зеркале ничего нет, если вы все убрали. Образы существуют в зеркале, пока перед ним держат предметы. Зеркало без отражений всегда совершенно пусто. В нем ничего нет. А значит, в нем может отразиться все, что угодно. Любые вещи, одна за другой, могут возникать и исчезать перед пустой поверхностью, беспрепятственно отражаясь просто такими, какие они есть. Ничего лишнего. Ничего, что не отразилось. Небо синее. Дерево зеленое. Стена белая. Это истина. Само зеркало и все, что оно отражает, абсолютно пусты. При этом они истины. Отражение в зеркале легко понять каждому. Но человеческий ум обычно не похож на зеркало. Если держать перед нашим умом красное, он будет отражать красное. Но если убрать красное, заменив его на белое, ум как зеркало обычно будет все еще думать о красном. Он будет думать, что ему больше нравится белое, чем красное, или пытаться угадать, когда ему опять придется смотреть на красное. Или вспоминать все, что связано с красным цветом. Все эти объекты мышления возникают в уме как зеркало, пока перед ним держат красный мяч. Очень редко мы видим красный мяч просто таким, какой он есть. Если убрать красный предмет и заменить его белым, на шум как зеркало будет отражать предметы так. «Кажется, мне больше нравится красное. Белое хуже. Хочу больше красного. Хотя белое тоже ничего. Не знаю». На шум как зеркало начинает вспоминать другие красные вещи, которые видел раньше. Вы стоите и держите белый предмет, но он не отражает его таким, какой он есть, потому что все еще удерживает воспоминания о красном предмете. Вот почему мы не можем функционировать состраданием по отношению к миру. Потому что не всегда отражаем мир просто таким, какой он есть. У нас есть невероятно сильное желание. У нас есть нравится и не нравится. Мы удерживаем эти нравится и не нравится, вместо того, чтобы просто постичь истину нашего мира и использовать ее так, чтобы мы могли функционировать состраданием по отношению ко всем существам из момента в момент. Это очень важная точка. Учение буддизма Махаяна говорит о том, что вы – бодхисаттва. Бодхисаттва – это существо, живущее только ради всех существ. Потому что бодхисаттва постиг, что все абсолютно пусто. А значит, все одинаково. При таком понимании сострадание возникает само собой. Все существа ничем не отличаются от меня. Утром мы клянемся. Чувствующие существа бесчисленны. Мы обещаем спасти их всех. Это очень важная клятва. Она означает, что я живу не ради себя. Слова клятвы показывает, что вы можете просто делать это. Я не войду в нирвану до тех пор, пока все чувствующие существа не избавятся от страданий. Когда возникает я, возникает человек. И он полагает, что существует отдельно от других существ. Но если я исчезнет, значит его больше не существует. Буддизм Хинаяны учит, что я – это несуществование я. Буддизм Ахаяны тоже учит несуществованию я, но под другим углом зрения. Поэтому у него немного другая конечная функция. Путь Махаяны начинается в точке пустоты. Там, где заканчивается буддизм Хинаяны. Буддизм Ахаяны не останавливается в точке пустоты. Он использует опыт пустоты для раскрытия конечной истины мира, как он и есть. Мир абсолютно пуст, а значит «я» тоже пусто. Субстанция, имена и формы – пусты. Раз все пусто, пустота сама является истиной. Таково учение срединного пути. Все уже истина. Все уже завершено. Когда вы постигнете эту фундаментальную истину всех вещей с помощью медитации, ничто не помешает вам спасти всех существ от страданий. Если в вашем уме отсутствуют преграды, сострадательные действия бодхисаттвы возникнут сами собой. Это означает, что вы уже бодхисаттва. Дальше идти некуда. В сутре сердца говорится, нет достижения, так как нечего достигнуть. Из момента в момент вы просто помогаете другим существам. Алмазная сутра является одним из самых важных учений всех времен. Хотя ее можно прочитать меньше, чем за час, в ней заключена суть учений Будды. Самое важное в учении Алмазной сутры – то, что все бренно и абсолютно пусто. Имена и формы тоже абсолютно пусты. В сутре говорится о вещах, к которым обращаются буддизм Хинаяны и буддизм Махаяны. Поэтому читать Алмазную сутру – все равно, что идти по мосту, соединяющему учения Хинаяны с учением Махаяны. В ней представлено понимание обеих традиций. Однако основной акцент делается на пути Буддхисаттвы. Любое явление – иллюзия. Если рассматриваешь любое явление как несуществующее явление, такой взгляд на вещи – твоя истинная природа. Это очень важная строчка. Она одна из самых важных строчек в Алмазной сутре и одной из самых известных буддийских учений. Любые явления непрерывно возникают и исчезают, а значит, все, что вы видите – бренно. Все, что вы слышите, воспринимаете обонянием, ощущаете на вкус, осязаете – также бренно. В конце концов, вы сами тоже бренны. Таков основной тезис учения буддизма Хинаяны. Но в учении Алмазной сутры есть непонятное место. Почти в каждом переводе сутры говорится, что если ты рассматриваешь любое явление как несуществующее явление, то увидишь свою истинную природу, свое истинное «Я» – Татхагат. Суть в том, что субъект видит объект. Но если все, что вы можете видеть, слышать, воспринимать обонянием, ощущать на вкус, осизать – непостоянно, и вы сами тоже непостоянны. Как может непостоянное видеть непостоянное? Если вы непостоянны, как непостоянное может видеть непостоянное? Что видит что? Что еще важнее, если вы непостоянны, и если вы постигли, что все непостоянно, как вы можете видеть свою истинную природу? Истинная природа человека неподвижна. Она не возникает и не исчезает. Но если непостоянное видит непостоянное, как оно может видеть свою истинную природу, эту неподвижную вещь за пределами непостоянного? Такое утверждение в Сотре не очень понятно. Если вы непостоянное, вас не существует. То из чего вы сделанное непрерывно меняется и движется. Нет ничего, что неизменно существует. Как движущаяся вещь может видеть свою неподвижную истинную природу? Что именно воспринимает свое истинное «Я»? В любом переводе алмазной сутры можно найти эти слова. Учение, заключенное в этих словах, неясно. Его нельзя считать правильным. Оно сбивает с толку. Необходимо сделать новый перевод сутры, иначе ее смысл будет непонятен из-за некорректного перевода. Если изменить устоявшуюся традицию перевода сутры, тогда суть учения станет ясна. Например, так. Любое явление – иллюзия. Если рассматриваешь любое явление как несуществующее явление, такой взгляд на вещи – твое истинное «Я». Есть небольшое отличие, так? С одной стороны, если рассматриваешь любое явление как несуществующее явление, ты увидишь свою истинную природу. Некая непостоянная вещь видит некую неподвижную вещь. Создается четкое ощущение присутствия субъекта и объекта. С другой стороны, станет намного понятнее, если сказать, если рассматриваешь любое явление как несуществующее явление, такой взгляд на вещи – твоя истинная природа. Такой взгляд на вещи. Такое видение, само восприятие, процесс восприятия – ваша истинная природа. О каком видении мы говорим? Видеть любое явление как несуществующее явление – ваша истинная природа сама по себе. Восприятие – это ваша истинная природа. Вы можете видеть мир. Вы можете слышать мир. Вы можете ощущать его запах. Просто видеть, слышать, чувствовать запах, вкус, осязать – вот ваша истинная природа. Такое видение – ваше истинное Я. Мы иногда называем его просто видением или просто восприятием. У него нет ни субъекта, ни объекта. Это очень важный момент. Итак, когда вы слышите – это Абсолют, ваша истинная природа. Ударяет постул. Такое восприятие означает вашу способность видеть, что мир пуст. Само восприятие звука уже является вашим истинным Я. Больше нет объекта и субъекта – ударяет постул. В сутре говорится – увидишь свою истинную природу. Истинная природа означает «кто видит». Кто видит то, что видно? Кто? Но сначала нужно понимать, что эти строки в Алмазной сутре почти всегда переведены неправильно. Потому что непостоянное не может видеть непостоянное. Было бы правильнее сказать, что восприятие само по себе является нашей истинной природой. До того, как шестой патриарх получил трансмиссию, его звали Мирянин Но. Он был простым, неграмотным человеком. Много работал, чтобы прокормить свою мать. Каждый день он поднимался в горы, собирал дрова и продавал их на рынках и в сирениях рядом с домом. Однажды, еще до того, как он ушел в монастырь, он нес дрова покупателю. Его путь пролекал через шумный рынок мимо монаха, поющего сутру. Мирянин Но услышал строку «Не привязывайся к любым мыслям, возникающим в уме». Когда он услышал эти слова, то внезапно обрел просветление. Он понял природу своего ума. До этого момента он ничего не знал о буддизме. Он никогда не изучал сутры. Он ничего не знал о Дхарме. Он даже не знал, как писать китайские иероглифы. Он не знал ничего. Мирянин Но был полным дураком. Он услышал только эти слова «Не привязывайся к любым мыслям, возникающим в уме». И раз, он сразу обрел просветление. Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете и думаете, все просто как это – истина. Мышление тоже истина, если не позволяет тебе привязываться к мыслям, возникающим и исчезающим в уме. Но очень немногие способны на такое. Люди думают, что их мышление реально и всегда подчиняются ему. Мышление – это желание, а любое желание – это страдание. Если просто отпустить свое мышление, тогда такое мышление – истина. Если видите красный свет, стойте. Если видите зеленый свет, идите. Эта строка Алмазной Сутры говорит о простых вещах, но она содержит очень глубокое учение. Она показывает нам ясный путь к достижению непривязанного мышления. Просто думайте. Просто думать означает, что не существует я. Просто думать означает, что не существуют субъекты и объекты. Внутреннее и внешнее становятся одним. Просто думать означает просто делать это. Когда вы видите небо, вы видите только синие. Вот что означает просто думать. Когда вы видите дерево, вы видите только зеленое. Просто думайте. Стена белая. Просто думайте. Сейчас 7 часов 56 минут вечера. Прямо сейчас слышно, как снаружи дует ветер. Просто думайте. Что означает просто воспринимайте. Таково непривязанное мышление. Мысли без помех возникают и исчезают в уме. Просто думать – очень важное учение. Если рассматривать форму как абсолют, если ищешь абсолют голосом, ты идешь неверным путем и не сможешь увидеть свое истинное я. Многие люди хотят увидеть Бога или Будду. Такой взгляд поверхностный, потому что они ищут присутствие Бога или Будды во внешних вещах, надеясь на чудо. А люди также просят Бога или Будду исполнить желание. Но при таком взгляде на вещи ты никогда не увидишь истинного Будду. Форма означает внешние вещи, которые ты можешь воспринимать. Она также означает внутренние вещи, например, мысли, возникающие в уме. Она означает чувства, восприятие, порывы и сознание, а не только внешние объекты. Она означает любую форму. Если вы верите, что форма действительно существует, вы на неправильном пути. Изначально не существует форма чувств, восприятия, порывов или сознания. Внешние вещи также непостоянны. Они не имеют имени и формы. Они абсолютно пусты. Если вы привязаны к этим вещам, вы не сможете увидеть свою истинную природу. Привязанность возникает из главного заблуждения, что вещи существуют. Из-за него вы верите, что существует некий внешний мир объектов и вещей. Вы также верите, что существует нечто внутри. Вы создаете внутри и снаружи. Вы верите, что эти вещи существуют, потому что создали себя и других. И это и то. Но они всего лишь мышление и привязанность. Глубокое восприятие своей истинной природы не имеет внутри и снаружи. Вы постигаете абсолют, в котором нет субъектов и объектов. Нет имени и формы. Такое восприятие ваше истинное я. Итак, видеть свое истинное я и видеть истину не совсем одно и то же. Видеть свое истинное я означает воспринимать абсолют, ударяет посту. Только это. Вы можете воспринимать исходную точку, ударяет посту. Все возвращается к ней, ударяет посту. Все является космической субстанцией, одной и той же субстанцией. Ваше истинное я тоже является космической субстанцией. Это первый шаг. Но восприятие истины означает сначала постижение своего истинного я, ударяет посту. А потом, когда вы постигли свое истинное я, следующий шаг в постижении того, что все уже истина. Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осизаете, все как оно есть истина. Учение Алмазной Сутры заключается в постижении Абсолюта, ударяет постул. Но она доводит нас только до середины учения Махаяна. Поэтому эту сутру считают средним звеном между учениями буддизма Хинайяна и буддизма Махаяна. Показать нам завершенное видение истины, задача сутры сердца, аватамсака сутры и сутры лотоса. Самым важным в Алмазной Сутре является то, что все бренно, все абсолютно пусто. Алмазная Сутра объясняет фундаментальную важность постижения пустоты, потому что так мы постигаем свою истинную природу. Если вы хотите постичь свою истинную природу, станьте абсолютно пустыми. Вам нужно постичь пустоту. Просто понимание пустоты, как философской категории, не поможет вам в жизни. Вы уже пусты, но не осознаете свою пустоту. Вы верите в то, что есть внутри и снаружи. Это иллюзия. Вы верите, что вещи существуют и не существуют. Это тоже иллюзия. Но если вы постигнете свою изначальную пустоту, вы постигнете свою истинную природу. Вы постигнете, что вы и вся вселенная абсолютно пусты. Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете и думаете, все является пустотой. Все является абсолютом. Вы тоже являетесь абсолютом. Теперь вы способны пасти честно. Все сложные вещи, как сон, призрак, пузырь или отражение, они похожи на росу или молнию. Такими нужно их видеть. Эти строки содержат очень важное учение. И если вы привязаны к своему мышлению, все имеет имя и форму. Таков мир противоположностей. Но имена и формы непрерывно меняются, а значит все бренно. Все похоже на сон, росу, пузырь или вспышку молнии. Ничто не существует неизменно. Все непрерывно меняется. Вселенная не является неизменной устойчивой реальностью. Она непрерывно возникает и исчезает. Однако существует способ узнать истинную природу непрерывно меняющейся Вселенной. Просто не привязывайтесь к миру противоположностей. Не привязывайтесь к внешнему миру. Не привязывайтесь к именам и формам. Если вы будете удерживать такое восприятие, ваш ум станет умом без движения. Вы постигнете, что имена и формы фундаментально пусты. Вся Вселенная абсолютно пуста. Вы абсолютно пусты. Ничто не приходит и не уходит. ничто не возникает и не исчезает. Удерживая такой ум, вы быстро постигнете свое истинное Я. Алмазная сутра учит, что если постигнешь пустоту, то постигнешь свою истинную природу. Хотя алмазная сутра относится к Махаяне, она не касается того, является мир истинной или нет. Важно то, какое у вас мышление, куда направлен ваш ум, какой вы удерживаете ум прямо сейчас. Мышление создает мир. Будда говорит во Ватамсака сутре. Все создано одним лишь умом, что является еще более сложным учением. Алмазная сутра начинается с разъяснения бренности всего и учит, как постичь пустоту, чтобы прорваться сквозь сон мышления. Однако недостаточно просто прочитать эту сутру. Если вы хотите разрубить сон мышления, нужен алмазный меч. Просто удерживайте ум незнаю. Вот ваш истинный алмазный меч. Как я уже говорил, человек, который внимательно пригляделся к миру, захочет немедленно срезать волосы и стать монахом, чтобы избавиться от сна страданий. Только практикуйте, только практикуйте. Просто делайте это. Маха, праджня, парамита, сутры сердца. В сутре сердца всего 270 китайских иероглифов. Однако она включает учение буддизма Махаяна царяком. В ней содержится суть алмазной сутры, аватамсака сутры и сутры лотоса. Она включает суть всех 84 тысяч сутр. Ее поют в каждом храме Махаяны и каждом дзенхраме во всем мире. В корейских храмах и в наших дзенцентрах на западе сутры сердца поют по крайней мере дважды в день, утром и вечером, а во время ретритов еще чаще. Когда вам кажется, что ваш ум затуманен, а медитация не помогает, прочтите сутру. Ум прояснится. Маха означает большой, великий, праджня означает мудрость, а парамита означает выйти за пределы или достичь совершенства. Хритая означает сердце. Сутры сердца по-китайски звучит шим кьон, что означает путь тюма. Таким образом, название этой сутры означает «великий путь совершенной мудрости». Слово Маха в заглаве сутры указывает на нечто необъятное. Что действительно необъятно во времени и пространстве? Один скажет, что земля необъятна, потому что она без конца и края. Океаны, наверное, необъятны, потому что воды больше, суши. Может быть, небо необъятны? Может быть, космос необъятен? Может быть, небо и космос вместе необъятны? Вселенная бесконечна во времени и пространстве. Она содержит бесконечные миры. Может быть, она необъятна? Все, наверное, так думают. Однако прославленный учитель сказал «Вселенная охватывает мое тело, но мое может охватить всю Вселенную». И это очень важно. Вселенная охватывает и окружает мир, а также все, что внутри него. Значит, она действительно необъятна. Но как только вы подумаете о Вселенной, вы уже охватили ее всю своим умом. Значит, наш ум больше бесконечного времени и бесконечного пространства Вселенной. Замечательно. Сутра сердца указывает на величайшую вещь ум. Она разъясняет, как найти и правильно использовать эту величайшую вещь. Поэтому маленькая сутра называется Маха. Восприятие того, что все пять скандх пусты, спасает всех существ от страдания и горя. Страдание существует во всем мире, куда не кинь взгляд. Все существа чувствуют боль и горе. Но откуда берутся страдания? Люди испытывают они разделенную любовь или стремятся приобрести материальные вещи. Люди хотят получить то, чего им не хватает в жизни. Они хотят общественного признания и одобрения других людей. Но как бы мы ни старались, получив желаемое, мы не можем его удержать. Вот что является причиной всех наших страданий. Изначально страданий не существует. Все возникает из нашего ума, как мираж, который поднимается от горячей поверхности дороги и кажется реальностью. Я страдаю, но когда я умру, мои страдания исчезнут вместе со мной. Когда мы осознаем, что страдания это просто продукт нашего мышления, что они не могут существовать отдельно от него, тогда наши страдания и горе исчезнут. Так что же такое великий ум? Если будете размышлять, нигде не найдете свой ум. Если отбросите всякое мышление, то есть привязанность к мышлению, тогда ваша истинная природа будет повсюду. Мы уже рассматривали некоторые важные моменты учения буддизма Хина Яны. Сначала Бодда учил, что то, что мы называем умом или своим Я, это всего лишь пять сканх. Форма, чувства, восприятие, порывы из сознания. Сканхи или агрегаты непрерывно меняются, потому что являются всего лишь сгустками энергии ума. Поскольку люди привязаны к форме, чувствам, восприятиям, порывам и сознаниям, при их неизбежном изменении мы испытываем страдания. Мы не можем выбраться из мира страданий, потому что верим, что эти вещи реальны, что они реальны Я. Такова суть учения буддизма Хина Яны. Однако в первой строке сутры сердца говорится, что скандхи изначально пусты. Если это так, откуда возникают страдания? Что страдает? Вот стакан апельсинового сока. Если есть стакан, в нем можно держать сок. Но если стакан разбился, как сохранить сок? Его негде держать. Страдания, как этот сок. Где находятся страдания? Если вы привязаны к пяти скандхам, форме, чувствам, восприятиям, порывам, сознанием, тогда у страданий есть место, где находиться. Но сутры сердце учит, что все пять скандх пусты. Ум абсолютно пуст. Где тогда находятся страдания? Очень важно понять учение о пустоте. Практикуя путь совершенной мудрости, вы постигнете, что все пять скандх действительно пусты. Такое понимание спасет нас от страданий и горя. Но просто понимать пустоту мало. Нужно постичь пустоту. Форма не отличается от пустоты. Пустота не отличается от формы. Форма это пустота, пустота это форма. Сутры сердце учит, форма это пустота, пустота это форма. Многие не понимают эти слова, даже те, кто давно практикует медитацию. Но убедиться в правоте этих слов легко даже в нашей повседневной жизни. Например, вот деревянный стол. Он коричневый. Он прочный и тяжелый. Кажется, что он будет существовать вечно. Вы сидите на нем, и он выдерживает вес тела. На него можно класть предметы. Подожгите стол и уйдите. Когда вы вернетесь, стола не будет. Вещь, которая казалась такой прочной, крепкой и реальной, превратилась в кучку пепла и золы, которую развеивает ветер. Данный пример показывает пустоту стула. Стул не является чем-то вечным и неизменным. Он непрерывно меняется. Он не обладает независимым существованием. Рано или поздно он изменится и станет другим. Не таким, каким мы видим его сейчас. Этот коричневый стул абсолютно пуст. Поскольку он обладает свойствами пустоты, пустота обретает форму стула. На нем можно сидеть. Он вас выдержит. Форма это пустота, пустота это форма. Зачем нужно понимать пустоту? Многие люди привязаны к имени и форме. Такая привязанность является причиной почти всех страданий. Если мы хотим вылечить людей от этой привязанности, нужно использовать лекарства имени и формы. Нужно начать с разъяснения, что имена и формы нереальны и непостоянны. Они непрерывно меняются. Если вы богаты, то должны понимать, что ваши богатства пусты. Если вы привязаны к славе и общественному одобрению, то должны видеть, что то, за что вы боретесь и ради чего страдаете, пусто. Многие люди дорожат своим телом. Они тратят много денег, чтобы сделать его сильным или красивым. Но однажды, скоро, когда вы умрете, это тело исчезнет. Вы не сможете забрать с собой пустое тело, как бы вы им не дорожили. Вы не сможете забрать славу. Вы не сможете забрать деньги. Вы не сможете забрать секс. Вы ничего не сможете с собой забрать. В наше время многие люди очень привязаны к этим вещам. Они больше всего ценят имена и пустые явления, причиняют вред себе и другим, чтобы сохранить их. Они хотят иметь деньги, хорошую репутацию и хорошие связи. Они отчаянно борются за высокие должности. Люди подвергают своему самому ужасному унижениям и страданиям, чтобы получить и сохранить пустые непостоянные вещи. В наши дни многие сильно привязаны к сексу. Но все эти вещи не нужны. Любая форма пуста, поэтому представление о том, что можно что-то получить или сохранить – иллюзия. Так учит эта строка. Самое важное, что вы хотите от жизни прямо сейчас. То, что вы хотите в данный конкретный момент, создает ваш ум, а ваш ум создает вашу жизнь. Желание определяет вашу жизнь сейчас, а также вашу следующую жизнь. Воспринимая фундаментальную пустоту всех вещей, вы можете все отбросить и просто жить, не страдая от несуществования этих бренных вещей. Если вы не привязаны к имени и форме, вы абсолютно свободны. Есть одна известная история на эту тему. Очень давно в Афинах жил великий философ по имени Диоген. Он был величайшим философом древней Греции, но жил как паршивая собака. Он всегда спал на улице. Его не волновало, будет у него сегодня еда или нет. И он обычно не носил никакой одежды. Диоген проповедовал естественный образ жизни. Однажды рано наутром он спал на улице и проснулся от холода. Над ним стоял Александр Великий, в то время самый могущественный человек в мире. Он завоевал очень много стран, все боялись его и восхищались им, благодаря его необычайной военной силе и уму. В тот день Александр Великий решил посетить Диогена и послушать его учения. Одетый в парадную военную форму, он стоял над распростертым Диогеном, его мускулистое тело отбрасывало тень на философа. Диоген, прищурившись, посмотрел на него. О, Александр Великий, как вы поживаете? Хорошо, но я пришел, чтобы помочь тебе, Диоген. Я уже завоевал весь мир. У меня без счета дворцов, золота и другого добра. Если тебе что-нибудь нужно, я могу тебе это дать. Все, что хочешь, землю, деньги, высокое положение, я все тебе дам. Только скажи, и у тебя сразу все будет. Чего ты хочешь? О, вы хотите помочь мне? Да, сказал Александр Великий, я хочу помочь тебе. О, спасибо. Так что ты хочешь? Да, сказал Диоген, я кое-что хочу. Просто назови и все твое, все что угодно. Александр Великий, пожалуйста, не заслоняй солнце. Да, конечно, извини, извини. Александр сделал шаг в сторону. Тогда Диоген сказал, спасибо, спасибо, это все, что мне нужно. Это очень простая история, но она прекрасно объясняет, что такое форма и пустота. Александр Великий просто заслонял солнце, Диогену не хватало солнечного света. Когда Диогену предложили все, что он пожелает, Диоген просто сказал, пожалуйста, не заслоняя солнце. Вот и все. Нет никакого желания. Диоген уже полностью постиг истину. Он постиг, что субстанция пуста, что имена и формы тоже пусты. Поэтому его не интересовали достаток, слава, любовь, семья или высокое положение. Все пусто. Зачем желать пустые вещи? Они не помогут мне в жизни. Но прямо сейчас я хочу больше солнечного света. Вот и все. Диоген был полностью свободен, потому что полностью постиг, что форма это пустота, пустота это форма. Если вы постигли это, у вас не осталось желаний, которым вы привязаны, потому что вы понимаете, что уже завершены. Прямо сейчас у вас есть все. Это очень важный момент. Медитировать уже не надо, сидеть ретриты не надо, речи дхармы тоже не нужны. Но если вы привязаны к своему мышлению, тогда медитация необходима. Если вы еще не постигли, что форма это пустота, а пустота это форма, тогда для вас очень важно много сидеть на долгих ретритах. Вам надо усердно практиковать. А если вдруг остановиться на минутку и посмотреть со стороны, вам покажется, что необходимость практиковать такая же глупость. Нет возникновения, нет исчезновения, нет грязи, нет чистоты, нет роста, нет убывания. Сутры сердца известны своим очень интересным описанием нашей истинной природы. В сутре часто встречается слово нет. Если вы постигли истинную пустоту, нет речи и слов. Открыли свой рот, это уже большая ошибка. То есть речь и слова не могут описать нашу истинную природу. Но чтобы учить людей, находящихся в плену иллюзии слов и речи, иногда нужно лекарство слов и речи. Сутры сердца указывает на оба этих момента. Сутры описывает нашу истинную природу, давая полный список того, чем она не является. Нельзя точно сказать, что такое истинная природа, но можно показать, чем она не является. Истинная природа не это и не это. Она не то и не то. Понятно? Очень интересная техника. Сутры сердца говорит только нет. Наверное, потому что сказать нет лучше из того, что слова и речь могут сделать. Эта строка прямо указывает на то, что в нашей изначальной природе ничто не возникает и не исчезает. Нет грязи и чистоты, потому что эти качества созданы думающим умом. В изначальной природе нет роста и убывания. Наша истинная природа абсолютно спокойна и пуста. Она субстанция Вселенной, из которой состоят все вещи. Разве она может возникать или исчезать, быть грязной или чистой? Еще важнее, что если наша истинная природа и Вселенная одно и то же, как она может расти или убывать? бесконечная во времени и в пространстве она не имеет свойств вещей, которые можно описать речью и словами. Все дхармы отмечены пустотой. Нет познания, нет достижения, нирвана. В сутре сердца говорится, что все дхармы отмечены пустотой. Но все дхармы уже пустые не существуют еще до того, как вы сказали эти слова. Имена и форма уже пусты. Разве можно сказать дхарма, а потом сказать, что она пуста? Это большая ошибка. В истинном прозрении пустоты нет речи и слов, а значит в нем нет дхармы. Как только откроешь рот, чтобы сказать «все дхармы отмечены пустотой», пустота исчезнет. Будьте осторожны. Смысл в том, что если понимать только слова и речь, ограничиваясь интеллектуальным пониманием, тогда ни эта сутра, ни любая другая не помогут вам в жизни. Важно именно постичь смысл этих слов. Когда мы говорим, что все пусто, мы одновременно подразумеваем, что именно. Поэтому нет познания и достижения. Точка пустоты является абсолютом, сильно ударяет посту. Нет ничего, когда чего можно достичь. Эти слова в сутре сердца просто замечательные речи слова. Но какими бы интересными замечательными не были речи слова, если понимать их только концептуально, они не помогут в жизни. Нужно именно постичь. Нужно постичь, что на самом деле нечего постекать. Все уже истина, в точности как оно есть. Вы уже завершены. Будьте осторожны. Одно дело просто понимать эти замечательные слова, а другое дело постичь их. Сутры сердца начинается с прозрения пустоты Хинаяны и делает следующий шаг вперед. Если вы постигли истинную пустоту, в ней нет речи, нет рта. Постигнув, что нет рта, вы достигнете Абсолюта или Нирваны. Мы уже говорили о четырех благородных истинах и благородном восьмеричном пути учения Хинаяны. Пути, дающим понимание, что все является страданием, которое затем ведет к прекращению страдания, рождения и смерти, к Нирване. Не существует противоположностей возникновения прекращения высокого и низкого, хорошего и плохого, рождения и смерти. Истинное прозрение пустоты дает постижение, что уже не существует рождение и смерти, возникновение и исчезновение. Как можно прекратить то, что не существует? Страдание уже не существует. Как у него может быть причина и как оно может прекратиться? Вот почему в сутре сердца говорится, что нет страдания, нет возникновения, нет прекращения, нет пути. Она полностью опровергает мышление противоположностями четырех благородных истин, согласно которому есть страдания, есть их возникновения, прекращение страданий и путь. Буддизм Ахаяны учат, что существует следующая ступень после учения Хинаяны. Если остановиться в точке завершенной пустоты, достигнешь только нирваны. Буддизм Ахаяны предлагает сделать следующий шаг. Непревзойденное совершенное просветление Анутарасамьяксамбодхи Санскритские слова Анутарасамьяксамбодхи означают непревзойденное совершенное просветление или, говоря иначе, истину. Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осизаете, думаете, все просто как это истина. Если раньше в точке нирваны нет познания и достижения, так как нечего достигнуть, еще раньше в точке нирваны нет познания и достижения, так как нечего достигнуть. Благодаря праджня-парамите бодхисаттва достигает нирваны. Затем возникает три слова анутара самьяк самбодхи. До этого не было достижения, а теперь все будды достигают анутара самьяк самбодхи. Что это значит? Постижение истинной пустоты приведет в точку нирваны, к прозрению завершенного покоя и благодати. Когда нет субъекта и объекта, хорошо и плохо, возникновение исчезновения, рождение и смерть. Но Махаяна подразумевает продолжение практики за пределами точки нирваны ради достижения недостижения. Нужно найти функцию нирваны в этом мире. Она называется непревзойденным совершенным просветлением. Достигнув недостижения, вы постигнете истину. Ваш шум станет пустым и ясным как пространство. Это значит, что он чистый как зеркало. Если перед ним возникает гора, оно отражает гору. Если вода, воду. Красная, красная, белая, белая. Небо синее, дерево зеленое, собака лает гав-гав. Сахар сладкий. Все, что вы видите, слышите, воспринимаете обонянием, ощущаете на вкус и о чем думаете, истина просто как есть. Нирвана означает достичь пустоты, в которой нечего достигать. Анатарасамик сам Бодхи означает использовать прозрение пустоты, чтобы достичь истины. Отражайте мир пустым умом, таким, как он есть. Таковы учения буддизма Махаяны и великий путь Бодхисадвы. Гатэ, гатэ, парагатэ, парасамгатэ, бодхисваха. Итак, существует следующий шаг. Вы постигли пустоту, затем истину. А как истина мира функционирует ради помощи другим существам? Все Будды достигают Анатарасамик сам Бодхи, непревзойденного совершенного просветления. Это означает, что они постекают истину. Они могут видеть, что небо синее, а дерево зеленое. В конце сутры сообщается, что существует величайшая трансцендентная мантра, величайшая яркая мантра, запредельная мантра, превосходная мантра. Гатэ, гатэ, парагатэ, парасамгатэ, бодхисваха. Эти слова можно перевести так. Удалился, удалился, удалился на другой запредельный берег. Эта строка в конце сутры сердца означает только действие. До этого момента были лишь речи слова о постижении пустоты и истины. Много разных интересных описаний. Но эта строка означает, что нужно просто сделать это. Если вы хотите помочь миру, необходимы действия. для бодхисаттвы существует только действие бодхисаттвы. Достигнув непревзойденного совершенного просветления, нужно постичь его функцию в мире. Мы называем точку постижения функции миром момента. Из момента в момент постигать страдания мира и просто помогать всем существам. И это очень важно. Сутра сердца очень интересная сутра. Она начинается с мира противоположностей, затем показывает мир абсолюта и в конце концов завершенный мир, который называется миром момента. Мир противоположностей означает, что форма это пустота, пустота это форма. Мир абсолюта означает пустоту, нирвану, где нет формы, нет пустоты. Завершенный мир это анутара самик самбодхи. Истина просто как она есть. Форма это форма, пустота это пустота. Просто постичь истину мало. Прозрение истины должно из момента в момент функционировать ради других существ. Поэтому сутра заканчивается призывом к действию. гатэ-гатэ парэ-гатэ парэ-самгатэ бодхи-сваха. Эта строка означает, что нужно удерживать мир момента, который является великой любовью и великим состраданием. Таков путь бодхи-сатвы. При взаимодействии со всеми существами великую любовь возникает сама собой. взаимодействовать означает совершать поступки в гармонии с другими людьми из момента в момент. Тогда в мире наступит мир. Просто делайте это. Просто делайте это. Когда кто-то хочет пить, просто дайте ему пить. Когда кто-то хочет есть, просто дайте ему есть. Если кто-то страдает, просто помогите ему, не задумываясь и не проверяй. В начале сутры нет слов «делай это». Есть просто красивые слова о достижении и недостижении. Но если вы постигли, делайте это. Такова суть слов «каты-каты-пары-каты-парасамгаты-бодхи-сваха». Шаг за шагом мы постигаем, как спонтанно, из момента в момент, совершать сострадательные действия по отношению к другим, использовать истину ради других. Такова суть сутры сердца. Из момента в момент, когда делаете что-то, просто делайте это. Мы уже говорили о сути закона взаимозависимого возникновения в буддизме Хинаяны. Закон голосит, что все вещи во Вселенной созданы просто с течением определенных обстоятельств. Поэтому все бренно. Все, что происходит в нашем мире, происходит на основе возникновения и исчезновения. Все во Вселенной возникает из пустоты, существует некоторое время, длительное или непродолжительное, и в конце концов возвращается в пустоту. Это правило является не просто абстрактной буддийской идеей, но все во Вселенной действительно подчиняется ему. Если ты это правило принял, то во всем будешь видеть его подтверждение. Однако если ты не создаешь Вселенную и мир, ты в таком правиле не нуждаешься. Даже возникновения и исчезновения могут исчезнуть. Потому что если ты действительно постиг пустоту, ты видишь еще глубже. Ты видишь, что изначально все находится уже за пределами возникновения и исчезновения. Ничто никогда не возникает и не исчезает. Такова суть Махапари Нирвана Сутры. Итак, существует субстанция, имена и формы. Имена и формы непрерывно возникают и исчезают, потому что они созданы одним лишь умом. Но субстанция не возникает и не исчезает. Поэтому нужно воспринимать обе вещи – субстанцию, а также возникновение и исчезновение имен и форм. Когда Будда начинал учить, он начинал с простого учения о том, что все возникает и исчезает. Учение о взаимозависимом возникновении. Что-то вроде конфетки дхармы, то есть учение, подходящее для данных обстоятельств. Будде оно было нужно, чтобы раскрыть ум учеников. Но когда ум учеников созрел, он отобрал у них конфетку и стал учить, что на самом деле нет ни возникновения, ни исчезновения. Затем он стал учить, что возникновение – это просто возникновение, а исчезновение – это просто исчезновение. Его последнее учение было о том, как найти правильную функцию возникновения и исчезновения ради помощи другим существам. Все возникает и исчезает. Это можно видеть в окружающем мире, воспринимать обонянием, ощущать на вкус. Но откуда во Вселенной все возникает и куда оно потом исчезает? Если вы будете вникать в истинную природу мира и обязательно практиковать медитацию, то увидите, что любое возникновение и исчезновение происходит только в вашем уме. Ум создает все. В Аватамсакасутре, как мы увидим позднее, Бунда говорит, все создано одним лишь умом. Если есть ум, есть возникновение и исчезновение. Если ваш ум отброшен, вы постигаете, что ничто не возникает и не исчезает, ничто не приходит и не уходит. В чем заключается правильная функция возникновения и исчезновения? Это очень важный момент. Только помогать другим людям. Сначала вы видите, что все в мире непрерывно возникает и исчезает. Затем у вас неизбежно возникает желание понять, откуда берется непрерывно возникающий и исчезающий мир. Кто создал возникающий и исчезающий мир? Откуда все возникает и куда исчезает? Если вы будете усердно практиковать, то поймете, что весь окружающий мир, а также все, что в нем есть, создано вашим собственным умом. А кто создал ум? Он создан вашим Я. Если Я исчезнет, ум исчезнет, и вся вселенная исчезнет. Когда Я исчезнет, возникновение станет просто возникновением, а исчезновение просто исчезновением. Потому что когда не существует Я, ваш ум ясный как пространство, что означает, что он чистый, как зеркало. Если перед зеркалом красный мяч, в нем отражается красное, если белый мяч, белое. Но чистое зеркало само никогда не возникает и не исчезает. Оно просто отражает горы, реки, деревья, собак, кошек и людей такими, какие они есть. Чистое зеркало отражает возникновение и исчезновение всего нашего мира. Хотя чистое зеркало само никогда не возникает и не исчезает. И так нет ни возникновения, ни исчезновения. Но возникновение это просто возникновение, а исчезновение это просто исчезновения если вы постигли чистое зеркало то есть свою истинную природу как вы теперь видите правильную функцию возникновения исчезновения как вы будете использовать возникновение исчезновения ради помощи другим существам мы практикуем медитацию именно для того чтобы ответить на эти вопросы много лет назад в корее великий дзан мастер хёбон произнес очень интересную речь дхармы о том как найти правильную функцию сидя на высокой трибуне в главном зале бунды величественного храма хэнса он трижды ударил своим дзан посохом в пол и сказал собравшимся монахом все вещи и все дхармы непрерывно возникают и исчезают но изначально все возникает из завершенного покоя завершенной покой является субстанцией вселенной если вы постигнете субстанцию вы постигните истину и правильную функцию тогда возникновение и исчезновение станут истиной и вы сможете постичь правильную функцию возникновение и исчезновение сегодня я спрашиваю всех вас монахов откуда возникает субстанция истина и функция если откроете рот для ответа сразу создадите противоположность будете держать рот закрытым покажите привязанность к пустоте как не держа рот открытым или закрытым постичь субстанцию истину и функцию никто из множества присутствующих монахов не смог ответить я дам вам подсказку сказала кац теперь все возвращайтесь в свои комнаты и выпейте чаю затем дзен мастер хьюбон сошел с высокой трибуны нетрудно постичь функцию когда возникновение и исчезновение исчезает когда возникновение и исчезновение исчезают покой становится благодатью все уже завершено везде все есть все истина когда вы видите слышите чувствуете запах ощущаете вкус осезаете и думаете все уже завершено мы используем слово завершено чтобы указать на ум момента уме момента возникновение это просто возникновение а исчезновение просто исчезновение потому что у момента уже за пределами времени и пространства он означает что существует только этот момент ударяет посту момент в очень короткий отрезок времени в этот короткий отрезок времени возникновение просто возникновение а исчезновение просто исчезновение но когда наши глаза уши нос язык тело и ум не удерживают у момента тогда все является иллюзией это означает что все не завершено и не является истиной когда вы живете в этой иллюзии то действительно верите что все в мире возникает и исчезает вы верите что вещи приходят и уходят что они рождаются и умирают вот откуда возникает человеческое страдание все думают что у момента очень сложное учение что то что находится за пределами понимания и опыта людей как вещи могут возникать и исчезать если изначально в непрерывно меняющимся мире нет ни возникновения ни исчезновения один мой ученик однажды сказал маха пара нирвана с утра очень странная с утра все непрерывно движется а теперь получается что ничто не движется не понимаю я этот буддизм но есть простой способ понять иногда вы ходите в кино вот вы смотрите боевик где есть хороший герой и плохой герой они все время сражаются друг с другом машина ездит очень быстро взрывы повсюду все движется очень быстро в нашей повседневной жизни всем происходит точно так же все непрерывно движется возникает и исчезает кажется что нигде нет спокойного места но кинофильм просто длинный кусок кинопленки за одну секунду прокручивается около 14 кадров каждый кадр отдельная часть действия но в самом кадре нет движения там все совершенно спокойно каждый из кадров сменяющих друг друга законченная картинка в самом кадре ничто не приходит и не уходит не возникает и не исчезает каждый кадр это завершенный покой кинопроектор очень быстро прокручивает кадры они с большой скоростью пробегают перед винзой и кажется что действие на экране происходит непрерывно все меняется без остановки но если вы возьмете кусок кинопленки в руки поднесете ее к свету и посмотрите то не увидите никакого движения каждый кадр завершён каждый момент это полностью застывшие действия но шум и вся вселенная как кинопленка мир приходящ все непрерывно меняется и движется мы видим что каждая секунда нашей жизни наполнена движением и переменами в окружающем мире но ваш ум прямо сейчас как линза кинопроектора скорость затвора которой равна единице поделенной на бесконечность мы называем такой ум умом момента если вы обретете такую движение всего мира становится из момента в момент вы увидите что мир остановился 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 на пленке вы воспринимаете каждый кадр данный момент как неподвижный и завершенный в кадре нет движения в нем нет времени и ничто не возникает и не исчезает в кинопроекты на кинопроектора ваш думающим все время работает поэтому вы чувствуете что окружающий мир непрерывно движется и что вы сами непрерывно меняетесь это и есть бренность ум момента исчезает если вы начинаете мыслить осознанно и верите что все о чем вы думаете реально существует однако если вы давно практикуете медитацию то можете остановить свою линзу и убедиться что каждый момент вашей жизни бесконечен во времени и в пространстве вот почему мы называем такую ум момента он неподвижен и всегда завершён он за пределами времени и пространства когда вы видите слышите чувствуете запах ощущаете вкус осезаете думаете все просто так как оно есть уже завершено очень важно постичь эту точку только тогда вы сможете постичь суть с утра с утра станет вашей вы постигните благодать когда возникновение исчезновения исчезают но просто понимать эти слова недостаточно если вы не пережили реальное прозрение на которые они указывают много лет назад в китае жил мастер сутр по имени чидо он прочитал очень много сутр он изучал сутры 30 лет 30 лет не три года он изучал их каждый день в течение 30 лет 10 лет еще 10 лет еще 10 лет он увлечен и читал сутры он прекрасно разбирался во всех сутрах говорят что если прочитать строку любой из восьмидесяти четырех тысяч сутр он сразу цитировал продолжение строки назвав номер текста и страницу он был настоящим мастером он прекрасно разбирался во всех сутрах кроме маха паре нирвана сутры он перечитывал сутру раз за но не мог понять истинную суть маха паре нирвана сутры однажды чидо пришел к шестому патриарху хуинэну дзен мастер я прочитал алмазную сутру я понял ее я также понимаю сутру сердца и сутру лотоса я понимаю почти все сутры но я не понимаю нирвана сутру пожалуйста разъясните мне один вопрос какой вопрос в нирвана сутре говорится все образования непостоянны таков закон возникновения исчезновения да я это понимаю но в ней также говорится когда возникновение исчезновение исчезают покой становится благодатью я не понимаю что это значит что именно ты не понимаешь спросил патриарх мастер когда возникновение исчезновение исчезают нет ничего как кто-то может обрести благодать в завершенном покое никого нет там нет я мое мне у каждого из нас есть два тела физическое тело формы и тело дхармы тело форма состоит из четырех элементов земля воздух огонь и вода поэтому она непрерывно возникает и исчезает она непрерывно болеет стареет умирает и рождается заново раз за разом поэтому она непрерывно страдает она не может обрести благодать у тела дхармы нет формы чувств восприятия и порывов в сознание мышление она как камень или дерево потому что не имеет чувства и сознание а значит она также не может обрести благодать тем не менее в маха паре нирвана сутре говорится когда возникновение исчезновение исчезают покой становится благодать пожалуйста научите меня шестой патриарх взглянул на чудо и сказал отличный вопрос когда возникновение исчезновение исчезают это покой я спрашиваю тебя тело форма и тело дхармы одно и то же или разное разное если это так тогда что меня спрашивает твое тело формы или твое тело дхармы оба оба кто сказал оба я сказал а я это тело формы или тело дхармы чидо был в полном замешательстве и не мог ответить тогда шестой патриарх сказал брось все это хорошо отбрось мышление представлениями не создавая тело форма и тело дхармы ты создаешь вещи в этом твоя проблема твое тело формы никогда не говорила я тело форма тело дхарма никогда не говорила я тело дхарма ты создаешь тело формы и тело дхармы поэтому у тебя много мыслей желаний порожденных мышлением и страданий отбрось все мышление нет ни тело формы не тело дхармы сейчас понимаешь услышав это чидо обрел просветление он да господин да господин сказал он низко кланяясь теперь я понимаю это очень интересная история чтобы понять учение махапари нирвана сутры из момента в момент не создавайте ничего учение этой важной сутры уже открыто прямо перед вами если откроете рот никогда не поймете эту точку ударяет посту эту точку нельзя объяснить ударяет посту здесь нет речи и слов ударяет посту если постигнете эту точку то постигнете что нет возникновения исчезновения все очень просто здесь нет ничего сложного если будете думать никогда не поймете эту точку с утра лотоса все явления с самого начала заключают в себе покой и угасание если последователь будды идет этим путем он станет буддой в будущих жизнях с утра лотоса учит истине на китайском она называется шельсом и его в кен шельсон означает истиной мы его позначает мистическая дхарма а кен означает с утра это с утра истиной мистической дхармы она учит постижение ума 1 она также учит постижению бесконечного времени и бесконечного пространства с утра лотоса учит обретение ума завершенного покоя иногда мы называем такую ум умом 1 эти названия просто разное название нашего изначального ума его нельзя обрести он у нас уже есть но как только возникает первая мысль мы утрачиваем изначальный упокоя и угасание когда вы слышите мои слова и удерживайте возникшую у голове мысль между нами возникает глубокая дистанция но если вы отбросите всякое мышление и будете просто слушать то будете полностью находиться в этом действии если вы отбросите привязанность к мышлению мое говорение ваше слушание полностью станут одним говорение слушание теперь не разное теперь это истинный бонда истинный иисус истинный бог такое прозрение не зависит от языка хоть корейского хоть американского хоть немецкого или китайского в нем нет мужского или женского рода ударяет по столу я иногда называю его исходной точкой несколько лет назад когда я учил в париже ко мне в гости в дзен центр пришла группа французских священников мой перечай и они расспрашивали меня о буддизме и христианстве в конце концов один из священников сказал что присутствовал на моей публичной речи дхармы предыдущим вечером где услышал слова которые потом не давали ему спать всю ночь в своей речи вы сказали что исходная точка бесконечно во времени и пространстве как она связана с богом я ударил рукой по столу ударяет по столу вот и все прошло несколько секунд молчания во время которых на лице священника сохранялось странное выражение выражение недоумение тогда я объяснил рассуждение о боге это мышление но эта точка ударяет по столу до мышления она до иисуса и будды ударяет она до вселенной ударяет она до создания бога если истинно постигнешь эту точку то увидишь бога тогда другой священник улыбнулся и спросил но так что дзен мастер вы видите бога ваши сутаны черная с утра лотос учит что это . ударяет является природой нас самих и природой всех явлений она также учит что каждый кто полностью постиг эту точку станет бондой в будущих жизнях очень интересная строка это не значит что вы обретете просветление в какой-то другой жизни наша следующая жизнь нас самом деле не следующее так словами называют то что невозможно объяснить словами на самом деле бунды можно стать только здесь на этом самом месте больше нигде просветление не может произойти где-то в другом месте и в другое время последователь бунды просто практикует когда просто практикуешь прямо сейчас то следующая жизнь означает данный момент ударяет посту есть только данный момент следующей жизни не существует ум делая это в данный момент уже буду это истина бесценна обрести вам бунда несложно просветление просветление не где-то там в будущем обретение такого ума означает что прямо сейчас нет внутри или снаружи нет субъекта или объекта в этот момент субъект и объект раз стали одним просто сделай это и ты уже бунда но будь осторожен известно что многие используют название этой сутры чтобы постичь ум одного последователи японской школы не черен поют на маму йоха рэнги кьё чтобы их желание исполнились на маму йохи рэнги кьё на маму йоха рэнги кьё на маму йоха рэнги кьё так сутра называется по-японски они думают что если будут петь с утру то стану счастливыми что у них появится красивый дом или замечательная жена или что непрерывное пение принесет ему дачу в бизнесе они верят что если непрерывно повторять название сутры то исполняются любые желания название с утра они используют в качестве мантры исполнения желаний такая практика не хорошая и неплохая она просто помогает удерживать ум одного она годится если надо чего-то достичь однако правильная практика медитации должна быть направлена на обретение точечного ума без всяких желаний в обретении такого ума заключается цель любой практики пение мантр в том числе нам уме йоха рэнги кьё все мантры одинаковы если упорно повторять кока-кола 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 будет такой же результат главное как отбросить мышление какой вы удерживаете ум как удержать пустую пустой ум это абсолют мы иногда называем его исходной точкой если удерживать исходную точку долго можно постепенно избавиться от первопричины все ваше счастье и все ваши страдания возникают из первопричины если вы избавитесь от первопричины ваши условия изменятся и результат будет другим вместо страданий возникнет сострадание и счастье таково учение взаимозависимого возникновения как избавиться от первопричины только удерживаю ум одного когда делаете что-то просто делайте это просто делайте это в уме просто делай это нет субъекта и объекта внутри и снаружи становится одним в результате соединяешься с энергией вселенной иногда мы называем такую исходной точкой если удерживать исходную точку долго первопричина постепенно очень медленно исчезнет первопричина создается мышление отбросив ум противоположности вы избавитесь от энергии противоположностей и первопричина исчезнет как вода долгое время находящиеся на солнце она испарится сама по себе избавление от первопричины легко достигнуть если усердно практиковать но ваше мышление создает карму карма заслоняет солнце а значит вода первопричины не может быстро испаряться практика пения на маму йо харэнги кьё неплохая нехорошая можно получить прозрение своей истинной природы если повторять о мани падме хум или великую дхарани даже мантра со словами кока-кола поможет вам жизни если будете практиковать правильно какую бы практику вы не делали удерживайте великий вопрос и просто делайте это если будете удерживать ум усилия великий вопрос тогда любая практика поможет вам постичь свое истинное я много лет назад в корее жил монах по имени сокдул что означает каменная башка он был очень глупым монахом но у него был мощный ум усилия однажды сокдул спросил за мастера что есть будто дзен мастер ответил джекшим шибуль что означает бунда эту но сокдулера слышал он подумал что учитель сказал джекшим шибуль что означает бунда это соломенные сандалии три года в его уме было только один вопрос бунда это соломенные сандалии что это значит не знаю он не проверял не свою практику не сам вопрос не слова учителя он не думал неплохо не хорошо что высокду не делал каждый день сидел стоял ел и работал он все время сосредоточенным упорством удерживал этот вопрос и вот однажды спускаясь холма с охапкой дров сокдул ударился ногой камень он уронил дрова упал на землю а его соломенные сандалии взлетели в воздух когда сандалии упали они развалились увидев это сокдул мгновенно обрел просветление его развалившиеся сандалии его ум и вся вселенная полностью стали одним в этот момент он увидел свою истинную природу ах бунда это соломенные сандалии он бросился к учителю с криком джен мастер джен мастер теперь я понимаю что есть бунда да тогда принеси мне свое понимание сокдул джен мастера своими соломенными сандалиями по голове только это спросил цен мастер мои соломенные сандалии развалились джен мастер рассмеялся запрокинув голову замечательно теперь ты действительно понимаешь что есть будто это очень интересная история о том как надо практиковать чтобы удерживать ум одного просто практикуйте удерживая великий вопрос и скоро все станет вам ясно очень просто но главное пытаться когда делаете что-либо просто делайте это просто делайте это какова суть сутры лотоса хуаянь зэн а в этом сака с утра если хотите глубоко понять всех вот прошлого настоящего и будущего рассматривайте природу всей вселенной как создание одного лишь ума это с утра содержит самое известное учение буддизма махаяны а в этом сака с утра учит что все есть истина например согласно буддизму хина яны впасть в гнев и действовать в состоянии гнева плохо ну а в этом сака с утра с позиции буддизма махаяны дает более широкое понимание гнев как и все остальное во вселенной естественно например ребенок нарушает запрет и играет на опасной улице увидев это отец приходит в гнев он ругает ребенка и даже шлепает его сколько раз я тебе говорил не делать этого непослушание ребенка истина она не хорошее неплохое гнев отца истина он не хороший неплохой ругань отца и шлепок тоже не хорошие неплохие они тоже истина с точки зрения хина яны нельзя действовать в состоянии гнева а с точки зрения в этом сака с утра и гнев ругань и шлепок защищают ребенка чтобы он не причинил вреда себе и другим они просто истина в качестве иллюстрации расскажу историю много лет назад китай жила очень жадный монах когда в храм приносили пожертвования или когда богатый мирянин раздавал монахом деньги жадный монах всегда был в первых рядах он участвовал во многих официальных церемониях и накопил столько денег что мог купить самый дорогой дом городе монах так любил деньги что казалось что он счастлив просто от того что купит деньги не тратя ни копейки он никогда не тратил их на себя он ходил в поношенной одежде хотя все знали что у него много денег вот идет жадный монах в своих лохмотьях говорили мирянин он такой жадный что ничего не тратит на себя однажды пошел дождь и лил без перерыва несколько недель маленький городок у храма смыло дома были разрушены фермы затоплены за несколько недель до сбора урожая скот погиб жители города ожидала ужасная зима без пищи и крова горожане были сильно расстроены и напуганы в один прекрасный день горожане проснулись и увидели что вся площадь забита повозками повозки были доверху нагружены мешками с рисом и бобами одеялами одеждой и лекарством было даже несколько новых пауков и упряжку из четырех крепких быков чтобы их тащить посреди площади стоял жадный монах свои поношенные залатанные одежды он потратил половину своих денег чтобы купить запасы остальные деньги отдал городскому главе я монах практикующий медитацию сказал он городскому главе много лет назад мне открылось что в будущем город подвергнется ужасной катастрофе с тех пор я копил деньги на черный день когда горожане увидели дары им стало стыдно своего проверяющего ума он великий бодхисаттва такова история о жадном монахе жадный ум монаха истина он неплохой нехороший он нечистый не нечистый все это время монах сознательно нарушала беты запрещающие ему иметь богатство много лет его называли плохим монахом в этом заключается одно из основных различий между буддизмом хиная на и буддизмом махаяны в буддизме махаяны все наши действия совершаются не только ради нас самих ради всех существ гнев ради всех существ жадность ради всех существ если вы следуете путем Махаяны, но совершаете поступки только ради себя, это неправильный путь. Согласно Аватамсакасутре, все создано вашим умом. Это очень просто. Мы уже говорили о том, как ваш ум создает время и пространство. Мы говорили о том, как ваш ум может делать один и тот же отрезок времени, длиннее или короче. Ваш ум создает здесь и там, вверху и внизу, хорошо и плохо. Изначально этих вещей не существует. Они возникают из мышления. Когда ум возникает, все возникает. Когда ум исчезает, все исчезает. Наш ум создает всю вселенную. В качестве примера приведу одну известную историю. Очень давно в Корее жил великий дзенмастер Вон Хё. В молодости ему пришлось участвовать в ужасной гражданской войне. Он видел, как было убито очень много людей. Он беспомощно смотрел, как даже невинных женщин и детей безжалостно убивали в бессмысленной мясорубке сражений. Земли захватывали, скот убивали. Ужасы войны взорвали его ум. Жизнь людей бессмысленна, думал он. Почему мы причиняем столько страданий себе и всем существам? Он отвернулся от людей. Переполненный отвращением и страстным желанием найти ответ на глубокий вопрос о природе существования. Он побрил голову, стал монахом и отправился в горы, поклявшись, что не вернется, пока не поймет завершенную истину о природе существования. За очень короткое время он стал отлично разбираться в сутрах. Но это не принесло ему удовлетворения. Даже речь самого Будды не могла бы снять тяжкое бремя, лежащее камнем на его сердце при виде убогости повседневной жизни. Видев, в каком он состоянии, друзья Вон Хё рассказали ему о великом дзен-мастере в Китае, снискавшем славу полностью просветленного человека в вопросах жизни и смерти. Возможно, мастер сможет помочь ему. Вон Хё отложил сутры, взял рюкзак, надел соломенную шляпу и вместе с другим монахом отправился через горы на север, в Китай. Вон Хё ушел много месяцев. Хотя он страшно стал и ослаб, его решимость найти учителя оставалась непоколебимой. Настал день, когда у него закончилась вода, а с приходом ночи он бессил упал на землю. Ночью монах проснулся от жажды. Он стал шарить вокруг себя в поисках питья, и его пальцы нащупали чашу, до краев наполненную водой. Он схватил чашу обеими руками и стал жадно пить воду, которую, должно быть, послал ему сам Бодо, желая помочь. Он пил, и вода, текущая по его горлу, была свежей и прохладной. Он очень хотел пить, поэтому ему казалось, что в своей жизни он не пил ничего вкуснее этой воды. Счастливая от того, что ему так повезло, Ван Хё опять провалился в сон. Утром Ван Хё проснулся и обнаружил рядом с собой то, что ночью принял за чашу. Это был человеческий череп, в котором скопилась дождевая вода. По его стенкам ползли черви и личинки. К тому же череп был не очень старым, и на нем местами сохранились остатки человеческой плоти. Когда он это увидел, его вырвало. Широко открытым ртом Ван Хё упал на четвереньки, и когда рвота выплеснулась из него, его ум внезапно открылся, и он обрел просветление. В этот момент он полностью познал истинную природу своего ума. Прошлой ночи он не видел воду и не думал о ней, поэтому он оказался ему восхитительным. Но сейчас, когда он смотрел на череп и думал о воде, она казалась отвратительной и вызывала тошноту. Ага, понял он, все создано лишь моим умом. Ван Хё понял, что его мышление делает воду хорошей или плохой, восхитительной или отвратительной. Ван Хё постиг свое мышление. Он также понял, что не нужно искать учителя в Китае. Он вернулся в Корею и стал национальным учителем. Он известен как один из величайших дзенмастеров в истории корейского буддизма. Все создано лишь одним умом. Вы создали всю Вселенную. Вы создали собаку, кошку, дерево, богу и куру. Вы создали Солнце, Луну и звезды. Вы непрерывно создаете жизнь и смерть, возникновение и исчезновение, прошлое, настоящее и будущее. Все эти вещи возникают в вашем уме. Собака никогда не скажет «Я собака». Вы делаете это. Но не верьте моим словам. Не верьте с утром. Можно пойти и спросить собаку «Ты собака?» У нее найдется для вас хороший ответ. Она покажет вам, что вы создали собаку. Все во Вселенной возникает из вашего ума. Но откуда возникает ум? Это очень важный вопрос. Если просто рассуждать об уме, то вы не получите ответ. Если читать книги и слушать речи дхармы, так вы не решите эту задачу. Лет 80 назад в Корее состоялось великое собрание монахов в храме Хэйнса. В этом корейском храме хранится коллекция деревянных дощечек, на которых записана всемирно известная три пятака, которая долгое время была единственной в мире полной коллекции сутр и комментариев к ним. Несколько тысяч монахов собрались со всех концов страны на горе Кая, чтобы послушать учения двух великих мастеров сутр – Хан Йон Сунима и Кван Сано, известного профессора университета, который написал много полезных книг. Мастера больше недели читали лекции на различные темы. Было много споров. Проводились семинары по различным сутрам. Они говорили о буддизме Хинаяна и буддизме Махаяны. Мастера без остановки говорили с утра до самого вечера. В конце концов, после окончания лекции, Хан Йон Суним, самый известный в стране мастер сутр, сказал, Будда учил 40 лет, но сказал только одну вещь – все создано одним лишь умом. Поэтому не ищите путь вне своего ума. На монахов эта заключительная речь произвела большое впечатление. Затем он спросил, у кого есть вопросы. Тогда поднялся молодой монах. На вид ему было 18 или 19 лет. Он был монахом хиппи, небритый, возношенный золотаной роби. Но хотя молодой монах имел жалкую внешность, его глаза сверкали, как драгоценные камни. «Мастер», – сказал он, – «у меня есть вопрос». «Да». «Вы сказали, что все создано одним лишь умом». «Да». «Тогда кто создал ум?» Великий мастер был в замешательстве и не мог ответить. Он пролистал в уме страницы всех сутр, хранящихся в памяти, но нигде не мог найти ответ. В здании за его спиной хранились 84 тысячи деревянных дощечек корейской трипитаки, на изучение которых он потратил всю свою жизнь. Но ни одна из них не помогла ему. Он молча стоял, устаревшись на молодого монаха, как будто его внезапно разбил паралич. «Вы не понимаете, о чем говорите», – сказал молодой монах Цзен. «Вы целую неделю рассуждаете об уме, но не знаете, откуда он возникает. Пустая брехня». Итак, в учении Аватамсако все ясно. Все создано лишь нашим умом. Наверняка многие понимают это. Но откуда возникает ум? Возникает он или исчезает, неважно. Откуда он берется? Что есть ум? Сутры только рассуждают об уме, но не дают ответ. Чтобы получить пользу от учения, нужно самому пережить то, на что указывают сутры и прославленные учителя. Вот почему так важно практиковать медитацию. Если у вас возник такой вопрос, одного понимания сутр недостаточно. Когда одного учения Хинаяна оказалось недостаточно, появилось учение Махаяны. Когда оказалось недостаточно учения Махаяны, появился Цзен. Но не привязывайтесь к тому, что один из путей более правильный, чем другие. Адепты Цзен считают, что их путь по стяжению ума правильный. Последователи Махаяны считают, что их путь правильный. Некоторые буддисты Хинаяны тоже, наверное, считают, что их путь правильный. Если скажете, что только один из путей правильный, вы не понимаете истинного учения Будды. Будда сказал, что все вещи имеют природу Будды. Но мастер Джо-Джо сказал, что собака не имеет природу Будды. Кто из них прав? Постичь природу Будды очень важно. Если откроете рот, это уже большая ошибка. Поэтому буддизм и Хинаяны – правильное учение. Буддизм Махаяны – правильное учение. Цзен-буддизм – тоже правильное учение. Самое важное, как вы используете эти учения, чтобы постичь свой собственный ум. Есть очень хорошие истории об уме. Много лет назад в Корее жил известный цзен-мастер по имени Хакун. Он жил в одиночестве на высокой и скалистой коре. В долине под его хижиной стояли два храма, в которых жили монахини. Однажды монахини из восточного храма поссорились с монахинями из западного храма. Монахини из восточного храма сказали – «Когда поете «квансаум боссаль», вы должны произносить «квансаум боссаль». Но монахини из западного храма возразили – «Нет, так неправильно. Надо «квансаум боссаль». Потому что звук произносили по-разному в разных храмах. Одна группа монахинь утверждала, что правильно «квансаум боссаль», а другая настаивала, что правильно «квансаум боссаль». В каждом храме было более 250 монахинь. Они все время ссорились. «Правильно петь так, как поем мы». «Нет, вы плохие. Ум правильно». Монахини не могли решить, кто из них прав. Однажды утром старшая монахиня восточного храма выступила перед сестрами в Дхарме. «Мы не можем договориться. Давайте спросим великого дзенмастера, живущего на горе». Всем монахиням эта идея понравилась. «Завтра в 9 часов вечера мы поговорим с дзенмастером и узнаем его мнение». Но Аббатиса уже больше 30 лет была монахиней. Возникшая ситуация ей очень не нравилась. «Мы поем «ум», они поют «ум». «Может быть, правильно петь «ум». Если мы ошибались, то потеряем лицо. Как доказать, что мы правы?» Она решила поговорить с другими монахинями. Они обсуждали это всю ночь и решили. «Давайте поговорим с дзенмастером до начала общего собрания. Но как найти к нему правильный подход? Это очень важно». Вдруг одна молодая монахиня сказала. «В прошлом году я посещала занятия дзенмастера Хакуна. Я знаю, что он очень любит рисовые лепешки. Давайте испечем несколько рисовых лепешек, угостим его, а потом спросим. Если мы так поступим, может быть, он даст ответ, который нам нужен». Все монахини согласились. «Отличная идея. Ты просто молодец». Делать рисовые лепешки очень просто. Надо взять рисовое тесто, раскатать его и нарезать рисовых лепешек острым ножом. Монахини быстро приготовили целую тарелку замечательных рисовых лепешек, но они не хотели, чтобы монахини из западного храма видели, как они готовят. В корейских храмах в 9 часов вечера звонит колокол, свет гасит, и все монахини ложатся спать. Монахини восточного храма прозвонили в колокол, как обычно, а потом пекли рисовые лепешки при тусклом свете свечей. Приготовив рисовые лепешки, они выбрали двух старейших монахинь, чтобы те понялись на гору с тарелкой, наполненной рисовыми лепешками, и встретились с дзен-мастером. Монахини долго карабкались вверх по горе и, наконец, добрались до его крошечной хижины. Вы знаете, этот старый дзен-мастер спал мало. Тук-тук-тук. За дверью послышался голос старого дзен-мастера. Кто там? Господин, мы монахини из восточного храма. Уже больше девяти часов вечера. Что случилось? Ой, у нас есть... Ну, ах, у одной из старейших монахинь был день рождения, и мы напекли рисовых лепешек. А потом подумали о вас. Вы тут в одиночестве на горе, и у вас нет еды. Вы любите рисовые лепешки? О, рисовые лепешки. Отлично. Знаете, монах был просто счастлив и сразу впустил их. Он радостно смеялся, когда они вошли. У монахов, живущих в горах, мало выпечки, вообще мало еды. Поэтому рисовые лепешки – замечательное угощение. Монахи обожают рисовые лепешки. Ах, я люблю рисовые лепешки. Монахини отдали ему эти лепешки. Отлично. Как вкусно. Замечательно. Восхитительно. Монахини тоже были счастливы. Господин, вам нравится? Да, конечно. Замечательно. Замечательно. Восхитительно. Спасибо. Спасибо. Дзенмастер, нам надо спросить вас кое о чем. Задавайте любой вопрос. Наш вопрос такой. И они начали рассказывать ему о событиях дня. Они рассказали о ссоре с монахинями из западного храма. Они поют «Кван-Саум-Боссаль». Мы монахини из восточного храма. Мы поем «Кван-Саум-Боссаль». Мы правы? «Кван-Саум-Боссаль, правильно?» Конечно, вы правы. Правильно, «Кван-Саум-Боссаль». Монахини были счастливы. Господин, завтра нам нужно принять совместное решение. Мы хотим, чтобы вы пришли и дали указание. «Кван-Саум-Боссаль, правильно?» Хорошо? Нет проблем. Затем монахи поспешно спустились с горы и легли спать. Их план сработал, и они были счастливы. Теперь они сохранят лицо перед монахинями западного храма. Тем временем монахини западного храма находились в затруднительном положении. Весь день они говорили о предстоящей вскоре встрече с монахинями из восточного храма. Что делать? Одна из монахинь предложила встретиться с дзенмастером до начала общего собрания и узнать его мнение. Но как лучше это сделать? Они долго думали, в надежде, что появится хорошая идея. Затем одна из монахинь сказала «Я понимаю ум дзенмастера». Какой у него ум? У нашего дзенмастера есть друг дзенмастер такой-то. Он также мой друг. Поэтому я знаю, что они оба любят лапшу. Лапшу? Да, лапшу. Мы приготовим особую лапшу и отнесем ему сегодня ночью. Потом мы спросим его «Кван Се Ом Бо Саль, правильно?» Отличная идея, согласились монахини. Мы должны успеть спросить его раньше, чем это сделают другие монахини. Монахини западного храма приступили к приготовлению особой лапши для дзенмастера. Готовить лапшу нелегко, и приготовление занимает много времени. Готовить рисовые лепешки легко, а лапшу трудно. Сначала нужно приготовить рисовую муку, раскатать тесто, а потом осторожно нарезать лапшу полоску за полоской. Затем надо бросить лапшу в бульон сразу перед тем, как подавать на стол. Иначе она разбухнет и будет невкусной. Когда монахини закончили, было очень поздно. Затем они выбрали двух старейших монахинь, которые должны были подняться на гору и передать лапшу дзенмастеру. «Он старый монах и мало спит. Знаете, старые монахи спят немного днем, а ночью спят мало». Тук-тук-тук. «Кто там?» – послышался голос за дверью. «Господин, мы монахини из западного храма». «Уже почти полночь. Что случилось?» «Входите, входите». «Да, ах, господин, сегодня вечером в нашем храме была большая поминальная церемония». В Корее, если кто-то умирает, семья проводит поминальную церемонию. Эти церемонии иногда проводятся ночью. «У нас была большая церемония, и мы приготовили много лапши. Потом мы подумали о вас, что вы здесь один, высоко на горе, и у вас нет еды. Дзенмастер, вы любите лапшу?» «Да, конечно, я люблю лапшу». В Корее есть поговорка. Рисовый желудок, лепешковый желудок, лапшовый желудок и винный желудок – разные. Одним нравится одно, а другим – другое. Но этот дзенмастер был не такой. Похоже, он ел все. «Ах, я люблю лапшу! Замечательно!» Он глотал ее, как сумасшедший. «Очень вкусно! Замечательная лапша! Большое вам спасибо за эту тяжелую работу! Вы думаете обо мне, мне так повезло! Всегда рады, господин, пожалуйста!» Монахини внутренне ликовали, потому что были уверены, что обязательно выиграют спор. Дзенмастер тоже был счастлив. Монахини подождали еще несколько минут, а потом одна из них сказала. «Дзенмастер, у нас есть вопрос». «Какой вопрос?» Спрашивайте все, что хотите. «Господин, наши монахини поют «квансе ум боссаль». Но монахини из восточного храма поют «квансе ум боссаль». Дзенмастер, ум правильно?» «Конечно, ум правильно». «Ах, большое спасибо! Теперь мы понимаем, почему вас считают великим дзенмастером. Мы хотим, чтобы завтра в 11 часов утра вы были на собрании и дали указания. Так вы скажете, что «квансе ум боссаль» правильно?» «Конечно, квансе ум боссаль правильно». «Спасибо, спасибо». Монахини были счастливы и испытывали большое облегчение. Они подошли к двери, поклонились монаху и вышли. Они почти сбежали с крутой горы, так как торопились сообщить радостную весть другим монахиням. Когда они вернулись в западный храм и передали сестрам в дхарме то, что сказал дзенмастер, все закричали «Ура! Мы победим! Мы победим!» Дзенмастер сказал, что мы правы. Все были счастливы. Затем все легли спать. На следующий день в одиннадцать часов утра в обоих храмах ударили в большой храмовый колокол. Пятьсот монахинь собрались в главном зале Будды, чтобы великий дзенмастер Хакун их рассудил. Он взошел на высокий помост и расправил свою церемониальную робу. Все пятьсот монахинь сделали три полных поклона дзенмастеру. Затем приблизились две старшие монахини, по одной от каждого храма. Одна из них сказала. Дзенмастер, вчера мы поспорили. Мы считаем, что правильно петь «Кван-Саум-Боссэль». Нет-нет, правильно «Кван-Саум-Боссэль», – зашумели монахини из другого храма. «Кван-Саум-Боссэль». «Кван-Саум-Боссэль». «Господин, мы не можем решить и хотим спросить вас, как правильно? Кван-Саум-Боссэль или Кван-Саум-Боссэль?» Дзенмастер на несколько секунд закрыл глаза. Сидя на высоком помосте, он слегка раскачивался, как маятник, вперед-назад, обдумывая этот глубокий вопрос. Многие монахини наклонились вперед, чтобы услышать, что он скажет на такую серьезную тему. После долгого молчания он медленно произнес, обращаясь к собранию. «Это очень сложный вопрос». «Что значит «сложный»? Вчера вы согласились, что правильно произносить «Кван-Саум-Боссэль». А другие монахини заголосили. «Но, господин, вы же сказали...» Дзенмастер помолчал еще секунду. Глаза его были закрыты. «Однако все так просто». Каждая группа монахини выдохнула с обрегчением. «Ах, все-таки просто». Каждая группа думала про себя. В конце концов, мы окажемся правы. Потом он сказал. «Очень давно, когда я был молодым, я изучал самые важные сутры нашей школы. В сутре рисовой лепешки говорится, что «Кван-Саум-Боссэль» правильно. Но в великой сутре лапши говорится, что правильно «Кван-Саум-Боссэль». Тут монахини начали ругаться друг с другом. «Вы напекли рисовых лепешек для дзенмастера. Вы плохие. А вы приготовили для него лапшу, как низко. Вы плохие. Нет, вы плохие». Туда-сюда. Думают-передумают. Проверяют-перепроверяют. Внезапно дзенмастер закричал. «Кац! Прекратите!» «Кван-Саум-Боссэль» — это «Кван-Саум-Боссэль». «Кван-Саум-Боссэль» — это «Кван-Саум-Боссэль». «Когда поете, просто делайте это». Монахини были поражены. Мгновенно их ум стал ясным. «Ах, большое спасибо! Большое спасибо за учение!» «Не привязывайтесь к речи и словам», — продолжал дзенмастер. «Просто делайте это». Затем он сошел с высокого помоста и поднялся обратно на свою гору. Итак, практиковать буддизм Хина-Яны очень хорошо. Практиковать буддизм Ахайяны очень хорошо. Практиковать дзен-буддизм тоже очень хорошо. Практика Наму-Рьё Рэн-Гэ-Кьё — неплохая практика. Практика Ом-Мани-Падми-Хум — очень хорошая практика. Практика Шин-Мьё-Джан-Го-Дэ-Дхарани — тоже очень хорошая практика. Даже если вы будете повторять «Кока-Кола, Кока-Кола, Кока-Кола» как мантру, это поможет вам. Только если вы будете делать это с полной решимостью, отбросив свое мнение, свою ситуацию и свои условия. Главное, когда делаете что-либо. Просто делайте это на все 100%. Слова сами по себе не важны. Если хотите обрести просветление, то больше всего вам нужны великий вопрос и ум усилия, полная решимость. Просто пытайтесь. Просто пытайтесь. Просто делайте это. Вот лучший способ практики. И это еще не все. Задавайте вопросы. Наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки. По возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok